Всем привет! Мы добрались до темы 109 во второй ступени сертификации LPI. И тут нас ждет такая новость, что мы должны будем с вами разобрать сетевой протокол TCP IP. Непонятно, почему они решили вдруг разобраться с ним под конец второй темы, а не добавить его в первую сертификацию, но, видимо, это связано с тем, что материал довольно-таки трудный для усвоения далеким вообще от IT людям. Безусловно, данная тема является такой основополагающей в понимании сетей. С ней часто работают сетевые администраторы, системные администраторы, поэтому я ее разобью на несколько частей, чтобы она была понятна людям далеким вообще от IT. При этом, несмотря на то, что тема довольно важная и в ней обязательно разбираться, я, например, первые три года работы системным администратором вообще не понимал, по какому принципу раздаются IP-адреса, ставятся маски, просто тупо копировал, вставлял, и мне это никак не мешало работать, к моему стыду. Так что даже если вы ничего не поймете, не паритесь, не переживайте, посмотрите несколько раз, потом, когда свяжетесь на практике, с этим всем будет понятно. Вся тема 109.1 у нас сугубо теоретическая, я, конечно, могу периодически открывать виртуальные машины и показывать в них подтверждение своих слов, но это только затянет урок, если хотите, проверяйте сами на своих компьютерах. Итак, мы будем разбираться с основами вообще сетей, и сегодня будем говорить об адресах IP версии 4 и о масках. Немножко также затронем двоичную систему счисления и поймем, что именно делают адреса и что именно делают маски. У нас просто будет несколько слайдов. Возьмем для начала стандартный адрес IP версии 4, вот у нас на картинке просто случайный, 192, 168, 0, 101. Это IP адрес, мы к нему привыкли. Про версию 6 мы будем говорить уже, наверное, к последней части 109. IP адреса это 4 числа, разделенные точкой. Каждое число может принимать значение от 0 до 255. Это 2 в степени 8 значений, это 256 значений. Просто сейчас мы сделаем отсылочку к двоечке, потом поймете почему. Каждое число представляет собой значение 4 актетов. Актеты это у нас 8 двоичных разрядов, и мы представляем эти актеты в десятичной системе счисления в данном случае. Вообще мы должны понимать то, что в компьютерах у нас все происходит именно в двоичной системе счисления. Если мы вдруг где-то видим 16-ти ричную систему счисления, например, когда смотрим MAC адреса, или десятичную систему счисления, это все сделано для нашего удобства. Компьютер у нас видит исключительно двоичный код. Это связано с тем, что изначально было проще делать компьютеры из каких-то комплектующих, которые могли иметь два состояния всего. 0 и 1, соответственно. Это, допустим, есть заряд, нет заряды и прочее. То есть, если бы мы захотели использовать комплектующие, которые могут иметь 10 состояний, тогда бы мы могли спокойно оперировать с десятичной системой счисления. Но такую элементную базу, которая могла принимать бы 10 разных значений, мы с вами пока еще не изобрели. Ну, изобрели, но это было бы очень дорого для использования в компьютерах. Поэтому у нас везде двоичная система. Итак, вот наш IP адреса 1120.168.0.101. Как я и говорил, это 4 числа. Ниже они представлены в двоичной системе счисления. Я сейчас возьму просто число 101. Я его поэтому специально выделил синеньким. И расскажу, как мы вдруг получаем этот 101 из нашей двоичной системы счисления. Я беру цифру 01100101, записываю. Вот двоичные значения, верхняя часть таблички. И внизу у меня указаны позиции двойки. То есть, просто от 0 до 7 справа налево у меня указан второй ряд. Затем я отмечаю те позиции двойки, в которых двоичное значение адреса равно единичке. То есть, видите, там, где у меня нули, у меня все стоится как есть. Там, где у меня наверху единичка, я отметил позицию двойки зеленым цветом. И даже снизу поставил еще галочку, чтобы показать то, что в этот момент двоичное значение равно единице, а не нулю. Соответственно, чтобы получить из двоичного значения десятичное значение, я просто суммирую степени двойки, которые находятся на позиции них, не равных нулю. То есть, 2 в степени 0 плюс 2 в степени 2 плюс 2 в степени 5 плюс 2 в степени 6. В принципе, мы можем просто умножать еще это назначение двоичной строчки. То есть, единичка умножить на 2 в степени 0 плюс 0 умножить на 2 в степени 1 плюс 1 умноженное 2 в степени 2 плюс 0 умноженное на 2 в степени 3 плюс 0 умноженное на 2 в степени 4 и так далее. То есть, я просто те позиции, где 0, я опускаю. Поэтому мы с вами только складываем степени двойки там, где двоичное значение равно единичке. Кто этого не понимает, лучше напишите мне какие-нибудь комментарии, ну и плюс я вам дам максимальное количество ссылок, чтобы вы сами могли почитать и разобраться с этим. Соответственно, мы суммируем степени двойки и получаем 101. Таким образом, вот вы видите на картинке, как мы получаем из двоичной системы исчисления десятичную. То есть у нас все IP-адреса это 4 актета. Каждый актет состоит из 8 бит. Каждый бит у нас принимает значение или 0, или единичка. Тут я просто для примера вам еще добавил парочку цифр, которые мы приводим из двоичной в десятичную. Вот этот вот индекс 2 в нижней строчке, это именно говорит о том, что система двоичная. То есть если у нас все разряды актета равны единице, мы с вами получаем в результате 255 в десятичной системе исчисления. Далее я просто взял случайное число 1 0, 1 0, 1 0, 1 0 в двоичной системе исчисления. По тому же принципу перевел ее в десятичную систему исчисления и получил 170. То есть таким образом мы можем с вами переводить из двоичной системы в десятичную, если вам вдруг когда-то это пригодится. LPI вас этого делать не просят, но я посчитал то, что для понимания этого урока лучше остановиться на этом моменте и рассмотреть, как мы из двоичной приводим в десятичную, чтобы вы понимали, откуда берутся эти цифры, 192, 168 и так далее. Как вы видите, максимальное значение, которое у нас могут иметь биты, это единичка. И если все 8 бит у нас равны единице, мы получаем с вами 255 в верхней части нашего слайда. Именно поэтому у нас в IP-адресах нету цифр больше, чем 255. И на всякий случай я вам сделал слайды, как переводить из десятичной в двоичную. Опять же, есть очень много способов. Это, наверное, самый простой. Мы просто берем число 180 и поэтапно делим его на 2, каждый раз записывая остаток. После чего мы эти остатки переписываем снизу вверх. То есть в данном случае, видите, я делю, получаю 0, делю, получаю 0, делю, получаю 1, так-так-так-так-так. Потом я записываю это число снизу вверх и получиваю число 1 0 1 1 1 0 1 0 0 в двоичной системе числения. То есть в 180 декaran системе вот так вот выглядит двоичный. Дальше я вам справа снизу просто сделал точно такой же перевод для коротенького числа. Допустим, мы 4 делим на 2 Точно так же записываем остатки, получаем 100 Записываем это 100 снизу вверх И если нам нужно, чтобы у нас был октет Мы просто спереди дописываем нули Я их сделал серенькими, светло-серенькими То есть 4 в десятичной системе исчисления Это если смотреть в октете, будет 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 В двоичной системе исчисления Опять же, для людей, далеких от IT Может быть, это будет очень тяжело Несколько раз перечитайте, пересмотрите, прокрутите Опять же, вам это очень редко будет пригождаться Это есть различные сетевые администраторы Которые вот так вот берут сети, делят, разделяют Создают подсети, какие-то маршруты придумывают Системному администратору это редко пригождается Но в сертификации Microsoft, например, есть примеры Которые мы должны решать именно таким способом Там приходится приводить из двоичной в десятичную Рассчитывать сети и так далее В сертификации LPA этого не требуется Пока еще во второй ступени Далее, теперь нам нужно разобраться с маской Маска у нас обычно указана после IP-адреса И маска у нас просто показывает Какая часть адреса относится к адресу сети А какая часть адреса относится к адресу узла этой сети Для того, чтобы у нас узлы могли обмениваться какими-то данными Они должны быть в одной сети Мы сейчас рассматриваем простую ситуацию Когда у нас нет никаких маршрутизаторов Вообще мы можем, конечно, использовать маршрутизаторы Которые маршрутизируют запросы из одной сети в другую А вообще у нас узлы видят друг друга Находясь в одной сети и то, что они в одной сети, говорит их одинаковая маска. То есть, если у узлов одинаковая маска под сети, значит они находятся в одной сети. Вот так. Маска у нас, например, опять же, я выбрал самый такой частый случай, 255, 255, 255, 0. Точно так же эти числа складываются из актетов, вы видите, в табличке. 255 это максимальное значение, вы видите, единичка, 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 и потом 0, 0, 0. Итак, маска единицами маскирует ту часть адреса, которая относится к сети. То есть, вы видите, первые три актета, они у меня синенькие. Они относятся к сети. Последний октет, вот этот вот 8 нулей, он относится к адресу узла. То есть, если мы с вами используем вот такую вот маску, у нас с вами есть правая часть адреса под адреса узлов в сети. Соответственно, их максимум может быть в данном случае 255. То есть, если мы с вами используем маску 255, 255, 255, 255, 0, мы можем иметь значение адресов от 0 до 255. Но только, конечно, обычно нулевой адрес это у нас адрес сети, а 255 адрес это широковещательный адрес. Об этом еще рано, но их нельзя занимать под адреса. Соответственно, в данном случае вы видите то, что у нас единичек в маске находится сейчас 3 раза по 8, 24. Поэтому эту маску часто обозначают слэш 24. Чтобы не писать вот этого 255, 255, 255, 0, мы просто обычно пишем слэш 24. То есть, 24 единицы, первые 24 бита отданы под адрес сети. В примере нижней таблички мы опять же видим наш адрес 112, 168, 20, 101, который замаскирован маской 24. Соответственно, вторая строчка это просто маска 255, 255, 255, 0, которая показывает, какая часть двоичного адреса замаскирована под сеть, а какая часть замаскирована под узел в этой сети. То есть, черным у нас указан узел конкретного узла. Синеньким у нас указан адрес сети. Это должно быть очень тяжело для усвоения, я понимаю, но пробуйте и дерзайте. Еще раз, вот у нас слайд, я говорю вам о том, что с маской 255, 255, 255, 0, мы имеем последний актент под адреса узлов. Это 256 адресов, из которых первый и последний мы занимать не можем. Соответственно, в данном случае адрес сети у нас 120, 168, 0, 0, 24 замаскирован. Значение адресов от 0 до 255, но только 0 это адрес сети, и 255 это широковещательный адрес. Широковещательный адрес это адрес, на который мы можем отправлять пакеты, эти пакеты будут получаться всеми адресатами в нашей подсети. Поэтому мы не можем его назначать конкретному какому-то компьютеру. Как пример, давайте посмотрим на другую маску. Это 255, 255, 0, 0. В данном случае мы видим то, что у нас левые два актета заняты под сеть, они замаскированы единичкой. Это два раза по 8 единичек, это 16 единичек, поэтому такая маска может точно так же обозначаться, обозначаться слэш 16. В данном случае мы имеем правые два актета под адреса узлов. Это максимум 2 в степени 16, потому что у нас здесь 8 разрядов под узлы. Это 65, 536 возможных комбинаций. Это уже комбинаторика начинается. Это 65,5 тысяч адресов, которые мы можем использовать. То есть с маской 3 раза по 255, 0, мы имеем с вами возможность использовать в сети максимум 256 адресов, кроме первого и последнего. С маской 255, 255, 0 мы имеем с вами вот такое количество адресов мы можем использовать в нашей локальной сети. То есть отсюда можно сделать простенький вывод, если вдруг у вас кончаются адреса в вашей локальной сети, у вас уже больше, чем 200 компьютеров, принтеров сетевых, сетевых устройств, серверов и так далее, тогда вам достаточно просто поменять маску сети, и в принципе, если вы это сделаете корректно, вам даже адреса существующих компьютеров не придется менять, и не придется перепрописывать все пути. Вам просто нужно, например, один бит еще освободить, но об этом будем говорить на следующем уроке. И тогда у вас появится больше адресов. В данном случае вы видите то, что у вас минимальное значение и адрес сети это 192.168.0.0, только слэш 16, и вы можете использовать адреса 192.168, и уже последние два актета могут принимать значение от 0 до 255. Опять же, это только вводное у нас с вами занятие по IP протоколу версии 4, поэтому, если вам непонятно, переспрашивайте, задавайте вопросы, читайте ссылки. Отсюда мы можем с вами сделать вывод, то что IP-адрес 192.168.0.1, у которого маска слэш 24, и 192.168.0.102, казалось бы, из того же самого диапазона адрес, с маской слэш 16 находятся в разных сетях, и в принципе, друг друга не увидят. То есть, именно маска под сети определяет адрес сети и адрес узла. И если у вас разные маски под сети, значит, эти компьютеры друг друга не увидят. Без маршрутизаторов, без каких-то дополнительных средств. Вы знаете, я очень не люблю такие теоретические занятия, но LPI нас ставит перед фактом, с этим нужно разобраться, с IP-адресацией, поэтому ближайшие занятия у нас будут такие же со слайдами. Будем понимать принципы работы IP-сетей, и IP-версии 4, и IP-версии 6. Крепитесь, дерзайте, я думаю, мы с вами справимся, это знать все-таки нужно.